Стоп, иди сюда. Девчонки, всем привет. Я начинаю свой влог с клиники Интасана. Ну, Дема. Мы были только что у дерматолога. Как начинается холода, у Демиды сразу же начинается атопический дерматизм. А тут он вернулся от бабушки, а у него на локте прям белое пятно с этим шершавым кожей. Как я напугалась. Вчера, когда купала его, ну, получается, мы приехали, я его купаю и увидела. У меня, конечно, паника, куча мыслей. Естественно, сразу же записала его к доктору. И вот сейчас я вам покажу, что порекомендовал врач. И я знаю, что у многих деток, у ваших деток, потому что мы уже общались во влогах на эту тему, ну, как бы похожая ситуация. Может быть, вам моя, как бы, моя консультация с Демидом чем-то поможет. Вот, конечно, надо идти к дерматологу, и, как бы, врач именно по вашему ребенку скажет, что надо. Но в любом случае я хочу вам показать, может быть, кто-то где-то в деревне, и нет возможности попасть к дерматологу. Вот атопический дерматизм в определенной там форме, и у него сейчас стадия обострения. Вот врач Татьяна Витальевна Гэдзи. И вот, что нам порекомендовали. Значит, для купания биодерны для рож и еще вот топи лес. Я не знаю, что это за масло, я покупала его для рож. Это масло для купания, то есть он должен быть здесь в масле. Ну, то есть у него моя кожа, потому что у меня очень сложно выйти из ванной и не намазаться кремом, лосьоном или маслом. Порекомендовал для увлажнения после того, как уже искупала ребенка, для рож, бедан или топи-крем. Топи-крем порекомендовали больше, потому что он с мочевиной, для того, чтобы ребенка не чесалось. Дальше, так, это вечером. И сейчас еще вот тридерм, у меня он есть. Я вчера, в принципе, нанесла на него. Тут есть, это гормональная мазь, ее нельзя больше 5-7 дней. Вот она написала тридерм. А после, вот, купить вот эту вот мазь. Про топик. Почему? Потому что у него пигментация пошла, то есть у него вот это пятно, оно белое. После того, как тридерм закончится, вообще через 2 недели после вот этого лечения, его надо отправить на море, позагорать. То есть куда-то в тепло. Ну, в общем, как-то так. И вот, что еще. Это из витамин D. Но она говорит, давайте еще ему биогайо и попить сразу с витамином D. И биогайо я димит давала, поэтому куплю опять. Завтра я привожу самому, кстати, в клинике инстасана маму и Доминику. Не к педиатру, а маму к нервопатологу-терапевту. И сейчас я их отправляю на такси. И вот мне интересно, я предупредила водителя, что как бы я с ребенком 5 лет. Сейчас по законодательству не имеют права сажать без автокресла. Вот мне интересно, будет автокресло или нет. Или подставочка в автокресло. Ну, может, для безопасности. А вот так самое интересное, я тоже так подумала о том, что у меня в машине есть вот эта подставка под автокресло. Все, вопрос решен. Это, знаете, как, если у водителя нет, носите с собой. Так что у нас тут с собой. Все, взаимосекретно. Хорошо, все, пока. Я не могу, Леонечка, осторожно, тихо. Окей. Приедешь позвонить. Хорошо, пока. Хорошей дороги. Спасибо. Да. Ну, как бы есть чуток, я буду сейчас в растворе мыться. Вот чехол. Класс, порисовала. По стороне площадки. Я согрелась, а ты? У меня здесь контактные линзы. Я заказала цветные. С зрением у меня все в порядке. Я заказала голубые и зеленые. Бриллиант Blue. Я не знаю, что это будет. Вот они. Заказала через интернет. Я ездила в люкс-оптику. Там не было таких вот ярко-голубых. Перекрыть карие глаза, конечно, проблематично. И, в принципе, так, наверное, и не произойдет. Но легкий оттенок должен быть. Поэтому я ничего не знаю. Не знаю, как правильно их одевать. Хотя, в принципе, за 250 гривен можно было примерить в люкс-оптике. Но в тот момент, как бы, можно сказать, там была очередь. То есть, там была женщина. И надо было ждать. А это на протяжении 40 минут. У меня не было времени. Поэтому я уехала. И вот тут они приехали. В принципе, можно сейчас подождать. И, как бы, поехать примерить. И там научат, как ими пользоваться. Наверное, я так и сделаю. Но я попробую сейчас самостоятельно. А потом поеду. Ну, в общем, как обычно это бывает. Не терпешка. У меня, кстати, есть тут раствор. Когда я заказывала, меня проконсультировали. И сказали, что эти контактные линзы годный год. Только надо менять вот эту жидкость, с которой они находятся. То есть, они не одноразовые. Я заказала зеленые и голубые. Что получится, не знаю. Но, девчонки, кто пользуется контактными линзами, напишите мне в комментарии. Какие-то, может быть, нюансы. Здесь есть... Это, наверное, брать... Я поняла. Мне надо сейчас зайти в YouTube и посмотреть, как пользоваться контактными линзами. Пишите в комментарии, кто пользуется контактными линзами. И напишите те, кто пробовал цветные контактные линзы. Да, это может быть слегка дурость в плане того, что зачем, да? Ну, как бы хочется этой эксперименты, поэтому я экспериментирую. Вот я и ходила. Сейчас в Instagram сфотографировала себя и говорю, девчонки, что не так на фотке? И все начали говорить о том, что линзы, цвет глаз поменялся. Это многие написали, что голубой, кто-то написал, что серый. Но еще мне приписывали увеличение глаз. Я говорю, да, вчера сало не делала. Марина написала. Вот. Прикольно. Но на самом деле в жизни гораздо ярче. Камера не передает свет, плюс солнца нету. Вот. Но они прям... Не могу сказать, что они перекрыли полностью. То есть они не прям голубые-голубые. Но они светлые. Но они не серые. Видно, что они с голубизной. Ну, в общем, прикольно. Сейчас иду на мероприятие. Оставайтесь со мной. Я сейчас приехала на съемки Автогена. Уже четвертый выпуск у нас. И офис и вообще съемки у нас проходят почти за городом. Пока я ехала от дома до места съемки, я ощутила, что кожа требует влаги. У вас тоже так, когда вы в машине ездите? То есть когда мы включаем печку, влага уходит. То есть сушится воздух. И кожи не хватает увлажнения. Я прям чувствую, как кожа кричит. Help! Help! Выключи печку! Выключаю печку, ноги мерзнут, потому что я в туфлях. И думаю, вот и блин. У меня когда-то был увлажнитель воздуха для автомобиля. Я не помню, где он. Надо его найти. Вот, мне кажется, хотя бы как-то он бы, может быть, спасал. Не знаю. Раньше он стоял, вроде я не жаловалась. Сейчас я ощущаю. Или кожа начала, знаете, как быть более сухой. Или я стала более чувствительная. Или увлажнитель помогал. Не знаю. Что думаете по этому поводу? У вас так же? Я привезла маму на перманентный макияж всего лица. И сейчас над ней колдует Олечка. Я оставлю мне засылочку на Олечку в Киеве на Голосеева 27. И Олечка. Да, и Олечка. Оля колдует над девочками. Вот одна моя девочка. Сейчас, да, будет вся красивая. Делает Олечка маме брови. Глаза стрелочку. Потому что у мамы когда-то был перманентный макияж. И он как бы уже выцел, потому что прошло 10 лет. И губы. И она будет прям красотка-красотка. Я сделала фотографию до. И потом покажу вам результат, естественно, после. Любопытно. Мама переживает. Но я уже вижу, как Оля рисует красиво. И такая, думаю, блин, себе сделать что ли? Я, кстати, говорила по поводу перманентного макияжа. У меня было видео на эту тему. Очень актуальна эта тема для тех, у кого вообще брови нету. То есть волос нету, да. И как бы как спастись. Вот таким образом. Таким напылением, да, Оля? Да, да. Вот. Так что, девочки, обращайтесь к профессионалам. Пока маме делают перманентный макияж, я с плиткой езжу по магазинам строительным. И ищу порожек. Потому что можно, в принципе, выйти без порожка. Но тогда будет нестыковка по... Ну, в общем, она будет по-разному там лежать. А целая эпопея, скажу честно. Поэтому у меня сегодня уже было три магазина. Сейчас еду в четвертый. Если не найду, то поеду на рынок юность. Чтобы найти именно те порожки в цвет, которые мне нужны. А потом приеду, заберу маму и покажу вам результат. Говорю, мам, я тебе сейчас буду снимать. Подожди, я сейчас поправлю, поправлю. Как красиво, красиво. Посмотрите, как она преобразилась. Вообще. Я сейчас выложила в инстаграм фотографию коллажом до и после. То есть я и сфотографировала до процедуры прям в салоне. И мы приехали домой и ее сфоткала. То есть разница между фотографиями 6 часов. И мама сейчас просто... И Дема зашел из садика и такой... А что с твоими бровями? А что... То есть ребенок был в шоке, в приятном. А что, конфет? Тебе нельзя конфет? И заодно решила показать вам бигуди на маме. Она их у меня взяла. Да. Это вот те бигуди, которыми я иногда накручиваю себе волосы. Вы спрашивали, какие они вот такие вот. Они гнутся. Да, в них спать не очень прикольно, но можно. То есть они не прям мягкие. Это крупные локоны, потом естественные. Они не сильно мягкие, видите, да? Они такие прорезиненные. Вот. Сейчас поближе покажу. Брови. У мамы волос на бровях, ну, волосков не так много. Вот. Сейчас я увеличу, да. И плюс это сейчас только сделано, но корочкой сойдет еще и будет очень неплохо смотреться. Да, все воспаленное. Да, сделали перманент губок. Все опухше. Да, потом тоже корочка сойдет и так насыщенно не будет. Ну, и, конечно же, глазоньки. Вот, стрелочки. Моя дочь, а так ласково глазоньки. В общем, вот такая вот ситуация. Мама безумно рада. Я тоже. Мама такая прям красотка-красотка. Помолодела лет на 10, как точно. Ну, да. Все, девчонки, я свой влог заканчиваю на этой позитивной ноте. Пишите комментарии. Всех люблю, целую. И пока-пока.